Всем доброго времени суток! Сегодняшний урок будет полезен прежде всего тем, кто только начинает осваивать компьютер и многие вопросы еще просто не знает, как решать. В сегодняшнем уроке вы узнаете, как можно заархивировать свою презентацию и поделиться с нею со своими друзьями. Ну вот, к примеру, у нас есть презентация, которую вы сделали на своем компьютере и вы хотите поделиться ею со своими друзьями или выставить на продажу, так чтобы другие могли ее скачать и воспользоваться в своих последующих работах. Первое, что мы должны сделать, это собрать нашу презентацию в один файл и заархивировать. Для этого мы идем во вкладку «Сервис», «Сбор файлов презентации», ищем место вот здесь вот, где нам нужно ее собрать. Желательно до этого создать специальную папку, в которую вы будете собирать вашу презентацию. Я такую папку уже создала. Значит, нажимаем на вот эту кнопку. У меня папка на диске «Е». Иду в компьютер. «Е». Вот она, папка «Пример». Я выбираю ее левой кнопкой мыши и нажимаю клавишу «Ок». Вот у меня высветилась папка, в которую будет собираться наша презентация. Теперь мы можем просто нажать кнопку «Собрать», и у нас пошла работа по сбору нашей презентации в определенную папку. Это занимает некоторое время. Теперь открылось окно, в котором нам предлагается либо остаться в этой презентации, в оригинальной версии, либо продолжить свою работу в новой версии. Для нас это совершенно не важно. Мы можем нажать здесь любую кнопку. Теперь мы можем закрыть эту программу и двигаться дальше. У кого на компьютере установлена программа Total Commander, неважно какая версия, можно это делать в этой программе. Итак, я выбираю нашу папку, нажимаю правую кнопку мыши, и у меня появляется диалоговое окно, в котором мы можем добавить архив с названием нашей папки или добавить в архив с тремя точками. Если мы нажимаем на вот эту кнопку, у нас тут же начинается архивация нашего файла, и она появляется в той же папке с тем же названием. Вот вы видите, процесс этот пошел. Нам придется немножечко подождать. Когда процесс архивации закончился, мы видим вот его размер и расширение RAR. Вот этот файл мы уже можем переносить в наш интернет-браузер и делиться со своими друзьями. Если на вашем компьютере нет программы Total Commander, это делается немножечко по-другому. Вы нажимаете кнопку Пуск, выбираете компьютер, ищите диск, на котором находится ваша папка. У меня это диск E. Дважды щелкаете левой кнопкой по нему, и вот у нас открылась та папка, которую нам нужно заархивировать. Мы опять-таки выделяем ее, нажимая левую кнопку мыши, потом нажимаем правую кнопку мыши, у нас появляется тоже диалоговое окно, и мы можем провести те же операции. Но если в предыдущем примере мы с вами нажимали вот эту вот кнопку, давайте теперь попробуем нажать кнопку Добавить в архив. Вот я ее нажимаю левой кнопкой мыши, и у нас появляется еще одно окно. Здесь мы тоже можем посмотреть, у нас два архива RAR и ZIP, который мы можем выбрать. Вот здесь можем тоже посмотреть, если нам нужно эти данные. Мы можем ими воспользоваться, поставив галочку. Есть у нас еще вот вкладка Дополнительно. Я хотела остановить ваше внимание именно на ней, потому что здесь вы можете в свой архив добавить пароль. Если вы выбираете эту в складку и вот нажимаете кнопку Установить пароль, вы можете ввести сюда тот пароль, который вам нужен, нажать кнопку ОК, и тогда ваш архив не каждый сможет открыть, а только тот, у кого будет пароль от вашего архива. Ну, нам это в данном случае не нужно. Потом мы нажимаем кнопку ОК, и архивация нашего файла продолжается. Я этого делать уже не буду, потому что он у меня есть. Вот мы видим его. После этого нам нужно зайти в интернет-браузер. Это может быть Google Chrome, может быть Opera, может быть Internet Explorer или какой-то другой браузер. Я пользуюсь обычно Google Chrome. Сначала рассмотрим, как можно поделиться своим файлом в Mail.ru. Вы заходите в свою почту, и поскольку наш файл наверняка больше 20 МБ, нам нужно воспользоваться облаком. Я нажимаю левой кнопкой на облако, и вот у нас открывается новое окно. Сначала нам нужно загрузить сюда наш файл. Нажимаем кнопочку Плюс. Выбираем файл. Ищем его на нашем компьютере. Вот он. И нажимаем кнопку Открыть. Вот видите, внизу у нас пошла загрузка этого файла. Это тоже занимает какое-то время. После того, как ваш файл загрузился, вот здесь появилась галочка, и написано Готово. И плюс вот в этом окне облаки вы видите свою папку. Это мы можем закрыть. Теперь, если мы нажмем левой кнопкой мышки по нашему архиву, то мы можем увидеть тип архива, его размер, и время, когда он был изменен. Тут же вы можете скачать всего себе на компьютер, но поскольку он у вас уже есть, этого вам не надо. Вам нужно теперь дать ссылку на скачивание этого архива. Ее можно найти вот здесь, если мы нажмем левой кнопкой мыши. У нас открылось новое окно, в котором вот есть наша ссылка. Вы можете сразу же поделиться этой ссылкой. То есть нажимаете, как обычно, на все кнопочки, которые здесь есть, и они появятся в вашем аккаунте. Можно просто отослать кому-то эту ссылку. Для этого мы ее копируем. Закрываем это окно. Переходим в свою почту. Выбираем написать письмо. Ищем здесь контакт, который нам нужен. Ну вот я беру первый попавшийся пример. Вставляю в текст письма нашу ссылку. То есть можно клавишами Ctrl-V. Вот она есть. И отправляем. Нажимаем кнопку отправить. Таким образом ваш абонент получает эту ссылку. Теперь давайте посмотрим, как эти же операции делаются через Яндекс. Вы заходите в свою Яндекс.Почту. Ищите здесь диск. Вот он загружается. Здесь есть кнопочка загрузить. Нажимаем ее левой кнопкой мыши. У нас появилось окно, в котором мы выбираем наш пример. Открыть. Точно так же здесь начинается загрузка нашего файла. После того, как наш файл загрузился, мы видим, что загрузка завершена. И мы вот здесь можем включить доступ к нашей ссылке. Вот видите, у нас появилась наша ссылочка. Точно так же мы можем поделиться в соцсетях. Вот здесь вот еще дополнительная кнопка есть. Мы можем скопировать эту ссылку. Если мы нажимаем левой кнопкой мыши и выбираем копировать ссылку, вот у нас даже подсказка, ссылка скопирована. Теперь мы закрываем это окно, возвращаемся в почту и точно так же можем отправить письмо с нашей ссылкой. Для тех, у кого почта находится в гугле, мы нажимаем на вот эту вот кнопку, ищем диск. Здесь находим мой диск, загрузить файлы. Точно так же выбираем нашу папку, открываем. У нас тоже идет такая же загрузка. Вот она у нас загрузилась. И мы увидели ее в нашем окне. Вот наш файл. Здесь мы можем закрыть. Здесь нажимаем на наш файл. Вот у нас появляется ссылочка. Мы можем на нее нажать. Открылась эта ссылка с доступом. Нажимаем снова на нее. Копируем ее. И можем точно так же перейти в свою почту и поделиться. В этом аккаунте мы можем сделать еще дополнительные настройки к нашему файлу. Если мы нажимаем на вот эту кнопку. Вот видите, пока у нас стоит просматривать могут все, у кого есть ссылка. Если мы откроем более подробно, тут можно изменить наши настройки, при помощи которых люди будут заходить и смотреть наши файлы. Может быть смотреть, может быть копировать, редактировать и так далее. Здесь мы нажимаем готово. И потом отправляем нашу ссылку для тех, кому она нужна. Итак, в сегодняшнем уроке мы с вами научились архивировать и пересылать свой архив при помощи разных браузеров. На этом наш урок окончен. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok